Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Человек в поисках прекрасного». Сегодня мы будем говорить о Яне Вермере Дельфском, об одном из самых загадочных и в то же время самых простых и понятных художников XVII века. Это голландский художник, третий великий голландский художник за одно столетие. Согласитесь, это немало. Естественно, Хальс, Рембрандт и Вермер. Например, такая вот преемственность, такая вот линия великих имен в ряду голландской молодой школы изобразительного искусства. Естественно, что все они стремились к отражению идеалов. Идеалов, с одной стороны, созвучных времени, а с другой стороны, отражающих их личные пристрастия и интересы. И вот то, что касается Яна Вермера Дельфского, то здесь вот очень много загадочного и необъяснимого. Потому что, с одной стороны, его живопись очень проста. Такие достаточно скромные композиции, малолюдные, компактные портреты, в основном женские портреты. Работы небольшого размера. И вроде бы на них так все очень просто, чисто, лаконично. И кажется, что ничего такого особо великого и значимого. С другой стороны, все эти работы полны какой-то особой одухотворенностью, особым осознанием красоты того, что происходит. И в них есть неповторимая загадочность. Таким образом, красота, загадочность, необычность и, в общем, в достаточной степени такая вот тривиальность ситуаций, в которых изображены герои. В этом особенность Яна Вермера Дельцкого. Сфинкс Дельфт так назвал когда-то Марсель Пруст, великий французский писатель Вермера Дельцкого. Назвал тогда, когда имя его было вновь открыто. А было это вот в конце 19-го, в начале 20-го века. Когда интерес к Вермеру вдруг был возбужден, загорелся с новой силой. И вот его имя вновь вошло в число самых дорогих художников, которые только жили когда-либо. Но, в общем, при жизни мы не знаем, насколько ценились работы Вермера. Мы знаем, что он был членом гильдии Святого Луки. В тот же год, когда он вступил в эту гильдию, он женился. Это было в 21 год. Мы знаем, что он был из семьи достаточно богатого предпринимателя. Райнер Фосс звали его отца. Отец его содержал очень такой модный трактир в Дельфте, который назывался «Летучая леса». И в то же время он торговал предметами искусства, старины и тканями шелковыми. То есть у него было такое преуспевающее, хорошо поставленное дело. То есть Ян, его сын Йоханнис, как звали его в Голландии, он, в общем-то, ни в чем не нуждался. Затем известно также, что вот это вот имя его, Вермер, оно, собственно, было прозвищем. И связано было именно с преуспеванием дела отца. Вермерден по-голландски звучит этот глагол, преуспевать, приумножать. И так вот это прозвище перешло как бы к великому художнику. То есть не Райнер Фосс, не Фосс фамилией стала великого живописца, а именно Вермер. Но раньше было принято говорить Вермер, Ян Вермердельский. Но теперь все-таки более считается правильным произношение Вермер. Но, тем не менее, однозначности здесь нет, потому что нет было однозначности и при жизни Вермера. Его называли Ван Дермер, его называли Йоханнес Вермер, отдельно два слова писалось. И Йоханнес Вермер в одно слово Ван Дельфт. То есть вот такие вот разные написания его имени возможно встретить. Итак, в 20... Неизвестно точно, у кого он учился, но есть предположение, что учителем его был Карел Фабрициус. Очень интересный и значимый художник этого времени. Ян Фабрициус, то есть, извините, Карел Фабрициус, это связующее звено между Рембрандтом и Дельфтской школой. Карел Фабрициус был основателем Дельфтской школы. Он туда приехал из Амстердама, где учился у Рембрандта. И считался одним из самых талантливых учеников Рембрандта. Но какая-то вот очень трагическая жизнь была у этого удивительно одаренного художника. Вот мы сейчас можем увидеть его автопортрет. Собственно, фамилия его тоже... Фабрициус, это тоже его прозвище или псевдоним, вернее. А так его звали Карел Питерс. Вошел в историю изобразительного искусства он как Карел Фабрициус. И он сам себе такое вот прозвище или псевдоним присвоил, потому что он учился плотницкому делу. Несмотря на то, что был из интеллигентской, можно так сказать, семьи, отец его был учителем. В том числе и учил детей рисованию, и очень увлекался рисованием. Но юноша увлекся сначала плотницким делом, и вот именно плотник, Фабер, вот и стал как бы основой его псевдонима. Но потом он активно занялся живописи, учился у Рембрандта, потом приехал в Дельфт. Приехал после гибели, смерти своей первой жены и двух детей-близнецов. То есть, когда ему было 22 года, он обдавел и потерял детей новорожденных близнецов. Естественно, это было большим горем, большой трагедией. И он уехал в Дельфт. И там вот, собственно, началось его такое активное становление уже не как ученика Рембрандта, а как самостоятельного художника. И вот предполагают, что у Фабрициуса Вермер Дельфский учился. Но в то же время Кайрол Фабрициус умер очень рано и умер неожиданно. В возрасте 32 лет был какой-то взрыв, когда ему было 32 года, был взрыв пороховых складов. И вот оказалось, что и Фабрициус каким-то образом оказался там, в том месте, и погиб совсем молодым. Ну, вот сохранилось несколько его работ. Продавец музыкальных инструментов, затем Щегленок, очаровательная работа. И вот тот автопортрет, который я вам показала. Здесь Фабрициус подчеркивает свою такую связь с трудовой жизнью. Он в кожаном фартуке себя нарисовал, в расстегнутой рубашке, такой очень энергичный, деловой, предприимчивый, сильный, мужественный. То есть человек труда. То, что станет идеалом в XVIII веке, вот он уже предвидел. И в своем портрете подчеркнул именно эти свойства своей деятельной и талантливой натуры. Но действительно ли Ян Вермер был учеником Фабрициуса? Документально не подтверждено, есть предположения. Ну, у кого еще можно было учиться в Дельфте, если там тогда жил Фабрициус? Но в то же время вообще о жизни Вермера известно мало. Именно поэтому его называли сфинксом. Какая-то загадка была во всем. То есть у кого учился, точно неизвестно. Мало что известно о начальном этапе его творчества. Потому что считается, что он был приверженцем караваджизма. То есть рисовал такие вот религиозные сцены, которые отличались яркостью, но в то же время погружением персонажей в такой вот быт. И что именно такие работы были первыми работами Яна Вермера. Но, в общем, опять-таки сохранилась одна только работа. Христос в доме Марии и Марфы, но я ее сама никогда не видела. Не знаю, что она собой представляет. Просто известно, что она есть. Затем, вот, как я уже говорила, что в 21 год он вступил в гильдию Святого Луки. И в тот же год женился. Женился на Катарине Болнес. И, в общем, вот, умер Ян Вермер, когда ему было 43 года. Значит, вот за 22 года совместной жизни у них родилось 15 детей. Из них четверо умерли в младенчестве. Остальные, в общем, благополучно росли. Такая вот большая семья была как бы идеалом голландского бюргерства. То есть хорошая преданная жена, большое количество детей, обустроенный, такой скромный, но, тем не менее, очень хорошо организованный быт. Вот это все считалось высшей добродетелью. Так же, как и труд. Труд и трудовые будни. Но, тем не менее, все-таки нам трудно сказать, вот как работал Ян Вермер. Ян Вермер, очевидно, что только то, что он работал очень и очень подолгу над каждой картиной. Потому что, в общем-то, в конце 17 века, когда состоялся аукцион его работ, то было насчитано всего 21 работа. В наше время из них известно 16. Но искусствоведы вот уже в конце 19 и в течение 20 века активно искали его работы. И сейчас их насчитывается 36-39 по разным источникам. Но все равно за 20 с лишним лет творческой жизни написать около 40 работ, это, согласитесь, очень и очень немного. То есть где-то по 2 работы в год, по 2-3 работы в год, в лучшем случае писал Вермер. Именно поэтому считается, что он не мог зарабатывать своим творчеством. И именно поэтому ему мало заказывали работы. И он в основном за счет своего бизнеса, продолжая бизнес отца, собственно, обеспечивал экономическое благополучие своей семьи. Но надо сказать, что и техника Яна Вермера была совершенно уникальной. Потому что если мы смотрим просто на его небольшие работы, то это сразу трудно понять, откуда берется вот эта тонкость в передаче, фактуры произведения. Но если смотреть внимательно, особенно под лупу, с помощью лупы, то мы видим, что работы его состоят из точечек мельчайших цветовых. То есть он не перемешивал краски, а каждую точку краску наносил отдельно. И поэтому это такие вот микроскопические мозаики. То есть то, что потом станут уже в конце 20 века делать, не 20, вернее, 19 века, внедрять в практику пуантилисты, сюра, синьяк. Но у них-то мы видим, что это вот как раз такие вот отдельные сегменты красок, которые складываются в такое вот целостное произведение. А у Вермера это почти незаметно. То есть эти вот менее чем миллиметровые точечки он вот ставил вот так вот одну за другой разными цветами, и в результате рождалось такое вот совершенно фантастическое впечатление. Поразительно тонкая техника работы. Но, как известно, жил он все время в Дельфте, вряд ли оттуда уезжал. Несколько раз его избирали как бы главой гильдии дельфских художников, то есть он занимал общественные должности. Но, как известно, никуда не выезжал из Дельфта. То есть вся его жизнь прошла именно там. И вот мне поэтому хотелось бы свой обзор творчества Вермера начать именно с вида Дельфта, который ему принадлежит его кисти. Это совершенно замечательное произведение, в котором отразились именно лучшие побуждения Яна Вермера. Потому что, с одной стороны, это действительно пейзаж городской, вид его родного города. С другой стороны, это как бы такая квинтэссенция его отношения к миру. С одной стороны, упорядоченный городской пейзаж, где все на месте, где все правильно, организовано. То есть это вот отражение такого идеала организованной, добротной, добропорядочной жизни. Город, при том, так вот абсолютно, так вот смыкаются стены и дома, сплошным каменным массивом выступает. С другой стороны, мы видим воду, мы видим небо. Небо – это то, что делает, придает особую поэтичность работе Вермера. Потому что небо, оно не просто небо. Там и солнечный цвет, и свет, вернее, и белые облака, и грозовые облака. То есть как бы все перемешано, все в едином целом представлено. Потому что именно такова жизнь, где много противоречивого, где солнечные дни уступают место пасмурным, а хорошее настроение сменяется отчаянием. И поэтому вот этот вот вид Дельфта, который принадлежит кисти Вермера – это произведение, отражающее его отношение к жизни с ее такой вот многообразностью. Итак, вид Дельфта – работы Яна Вермера. Но известно еще одно произведение, которое также, несомненно, принадлежит к кисти Яна Вермера, и которое называется «Улочка». Улочка с изображением его собственного дома. Итак, вот посмотрим, как выглядел дом, в котором прожил свою жизнь Ян Вермер и его многочисленная семья. Сразу вспоминаются работы Де Хоха, которые мы видели в прошлом, вернее, смотрели в прошлом нашей программе. Там тоже такие вот дворики, мощеные булыжником, такое все чистое, аккуратное. И кажется, что Питер Де Хох буквально считает каждый камушек. Но когда мы смотрим на работу Вермера, то такого вот ощущения, такой скрупулезности в подсчете не возникает. Да, здесь все очень точно, предельно лаконично и предельно ясно. Но, тем не менее, есть какая-то особая одухотворенность и поэтичность. И опять-таки она дается с помощью неба, потому что небо – это единственное, с помощью чего общаются люди этого города, застроенного так тесно особняками, с природой. Потому что зелени очень мало. И вот небо, оно как бы дает воздух, дает свет, дает то, что питает души. Итак, вот посмотрим, что здесь происходит. Вот опять-таки труженицы, женщины, которые моют мостовую. Две из них. Одна, по-видимому, хозяйка дома, возможно, супруга Вермера, сидит и вяжет. Еще одна служанка или член семьи вот там в глубине набирает воду. Мы видим закрытые ставни, мы видим опять-таки эту вот мостовую очищенную. Все такое очень сбалансированное, упорядоченное. Но, тем не менее, вот не ощущается, что там как бы все вот как бы так вот простроено и просчитано, как у Питера де Хоуха. Здесь гораздо больше свободы, больше поэзии. Потому что это Вермер. И в нем есть вот эта вот поэтичность, которая рождается, ну, порой буквально непонятно из чего, но, тем не менее, она всегда рождается. И так, Ян Вермер не подписывал свои работы, и, соответственно, поэтому мы не можем точно определить, когда из них какая была написана. И поэтому просто известно, что в начале творческого пути он писал такие вот аллегорические композиции. И, по-видимому, это одна из его ранних работ, которая называется «Аллегория веры». Мы видим такую вот даму, которая сидит около молитвенника, крест, мы видим распятие на заднем плане. То есть это вот такое вот выражение, символ веры, аллегория веры. Но такого плана работы Вермера больше не сохранилось. Поэтому неизвестно, было ли это типично для его творчества, и просто работы утрачены. Либо это вот была такая вот одна работа, в которой пытался Вермер создать аллегорию и такой вот символ, символ в данном случае верности христианским идеалам. Ну, в ней уже видна и тонкость самой техники, и удивительное владение светом. Потому что о Вермере, когда единодушно, в общем, критики, искусствоведы описывают его творчество, они все утверждают, что его персонажи не освещены, а они погружены в свет. И вот эта композиция уже вполне свидетельствует об этом. Но затем, вот я просто сама как бы разделила на такие циклы небольшие, все творчество Вермера, которое я сегодня постараюсь представить вам. И вот решил, что начнем мы с того, что он людей труда рисовал. Но труда не физического, а скорее интеллектуального, в отличие, вот скажем, даже от его возможного учителя Фабрициуса, который себя вот таким вот ремесленником бы представил. А Вермер вот создает портреты, в данном случае вот географ, то есть юноша, который создает карту, мечтательно куда-то смотрит в окно, потому что именно там вот сфера его деятельности. На стене висит карта, потому что карта, это очень-очень важно, очень важно для того времени. Мы почти на всех работах Вермера будем видеть карту на стене, потому что Голландия только тогда стала самостоятельным государством. Она боролась с Англией за выход к морю, имела большой флот, и поэтому вот эти вот карты с изображением морских просторов, географы Голландии непосредственно, они стали как бы частью такой вот патриотической программы, и поэтому во всех домах они висели. И вообще создание карт было богоугодным делом, и, в общем, отсюда такой интерес к этим картам. И вот в изображении географа мы уже ее видим. И опять-таки свет, свет окутывает персонаж, персонаж находится вот в этом световом пространстве, и, естественно, увлеченность делом подчеркивается. Затем астроном, еще один человек такого интеллектуально-творческого труда, тоже увлеченный своим делом, тоже у окна сидящий, и тоже освещенный вот этим вот потоком световым, вовлеченный в него, погруженный, погруженный в него, потому что так видел человека труда интеллектуального Ян Вермер. Итак, вот такие вот два мужских образа, которые мы находим среди репродукций картин Вермера. Но, конечно, прославился он прежде всего своими женскими портретами, изображениями женщин. Причем он как бы портрет превращает в такую же композицию жанровую, но иногда портрет у него выступает и сам по себе. То есть, например, вот посмотрим на этот женский портрет, на эту юную девушку в полоборота, изображение которой дается. И, естественно, стремление художника передать вот эту вот сиюминутность, обаяние этой юной натуры. Потому что здесь все так непосредственно, все так живо, так нежно. И не случайно вот этот вот темный фон, из которого она произрастает, произрастает вот этот ее образ. Здесь нет этого светового потока, который мы видели в предыдущих работах. Потому что художник пытается сосредоточить внимание именно на лице, на его такой вот, на том мгновении, которое запечатлено на этом лице. А именно любопытство, интерес, такая трогательная непосредственность во взгляде. И следующий портрет, уже гораздо более известный. Предыдущий был из музея Метрополитен. А вот эта девушка, девушка в тюрбане с жемчужинкой, она, собственно, стала героиней фильма, недавно появившегося и популярного художественного фильма, который именно историю этой девушки, такую вымышленную историю воссоздает. Но, бесспорно, что прием похожий, но сами девушки, конечно, совсем разные. Если та была вся такая размытая вот этим вот движением, сиюминутностью, каким-то непонятно откуда берущимся светом, то здесь гораздо больше конкретики, лицо уже гораздо в большей степени осмысленно и одухотворено, хотя и непосредственность также зафиксирована. И вот эта вот знаменитая жемчужина, и синий шелк, который покрывает голову девушки. Ну вот, знаете, синий, вот этот голубой цвет, очень такой специфический, он также является визитной карточкой фермера сейчас. И все пишут неустанно о великолепном владении ему цветовой гаммой, вот о его желтом, о его голубом. Но в то же время некоторые специалисты считают, что голубой такой вот образовался со временем, потому что из зеленого был, улетучился желтый пигмент, и отсюда вот эта вот голубая основа образовалась, которая уже является немеркнущей и неповторимой, что якобы вермер сам не планировал такой голубой цвет. Но сказать наверняка мы все-таки не можем. Итак, замечательная девушка с жемчужиной, которую все хорошо знают, и которая действительно является шедевром живописи вермера. Но после вот этих вот двухпортретных изображений, где как бы нет интерьера, где героини показаны сами по себе в какой-то вот момент, когда они трепетно взирают в мир, как бы повернувшись, оглядываясь на то, что происходит за их спиной, появляя, вот мне хочется представить целый цикл работ, когда девушки или молодые женщины погружены в какую-то уже такую вполне конкретную атмосферу их уютных бергерских особняков. Вот, например, девушка-гитаристка, потому что музыка, музыка, она очень важна для вермера, как и для его современников. Мы видим пейзаж на стене, потому что действительно бергерство украшало свои особняки вот такими вот небольшими картинами. Малые голландцы были очень популярны. И вот этот вот свет, который неровно освещает лицо девушки, и подвижность ее руки, все это восхищает и чарует бесспорно в этом образе. Хотя мы не можем сказать о какой-то особой красоте с точки зрения классических пропорций и норм. Нет, вермер именно стремится и в не очень красивых лицах увидеть что-то возвышенное, и одухотворенное, и значимое. Затем вот девушка за спинетом или за клавесином, потому что этот инструмент иногда называют спинетом, иногда клавесином. Опять-таки голубой, диктат голубого, опять-таки два музыкальных инструмента рядом, контрабас и, соответственно, клавесин. И опять-таки юное, возвышенное, такое вот воздушное существо, девушка, которая вот эти вот из-под ее рук льются эти чарующие звуки. Мы их не слышим, но мы понимаем, что это происходит. И вот очарование мгновения вермер пытается передать и делает это просто с восхитительным совершенством. Ну и всегда картины. Картины или карты, что-нибудь обязательно на заднем плане должно присутствовать. И вот надо сказать, что картины, которые воссоздает вермер, они как бы очень условно прописываются им и очень напоминают работы постимпрессионистов, которые будут жить через два столетия после него, даже через два с половиной столетия. То есть Сезанна, Ван Гога, такими вот цветовыми пятнами написаны они, и которые как бы немножко контрастом выступают по сравнению с такой вот изысканной и тонкой живописью самого вермера. Но это тоже такое как бы вот предвидение будущего, наверное. Вспомним, как Теннерс изобразил картинную галерею, где все картины очень подробным образом выписал. Вот для вермера это не было важно, и он как бы вот их вот таким вот общим планом, как правило, прописывал. Еще одна молодая дама у клавесина. На этот раз на стене амур и опять-таки пейзаж. То есть вот мифологическая тема и тема природы. Это то, что интересно было для бергерства. То есть, скорее всего, этот портрет был заказан художнику, потому что здесь в нем нет такой теплоты и обаяния, которые в предыдущих работах просматривались. Как-то немножко холодноватой, кажется, эта работа. Но вместе с тем и она тоже совершенно и прекрасна. И опять музыка, и женский образ, который как бы уже для вермера является символом музыки и одухотворенности. Ну и еще одна девушка на этот раз тоже вот с лютней, с теоброй так называемой, то есть вот разновидность лютни. И здесь очень интересны такие вот моменты, мне бы хотелось обратить ваше внимание, что из окна льется яркий свет. Свет освещает лицо девушки и в то же время часть карты. Опять-таки вот эта вот карта, карта как символ патриотизма истинного голландца, потому что отстаивать интересы Голландии, любоваться ее пространством, запечатленным на карте, это тогда было вот таким очень признаком хорошего тона. Так же, как играть на музыкальном инструменте. Лицо девушки высвечено очень сильно, то есть мы почти, свет почти размывает ее черты, черты лица. Но зато мы понимаем, что она вот смотрит напряженно в окно, и ей хочется вот туда, из вот этого вот тесного пространства дома, туда вот, на простор морской, в это море, которое изображено на карте. Музыка, море, девушка, которая играет на тёбре и смотрит в окно. Вот такой вот образ запечатлел Ян Вермер на этой своей работе. Ну и затем знаменитейшая работа Яна Вермера Дельфского «Девушка у открытого окна, читающая письмо». Эту работу хорошо все знают, и о ней очень много написано, самых разных историй. То есть, опять-таки, мы не знаем, никого изобразил Ян Вермер. Ни что конкретно он хотел вложить в это произведение. Внешние признаки. Да, вот комната девушки. Она отдернула занавес, который отделяет ее спальню от общей комнаты. Окно открыто. Мы видим отражение ее лица в окне, в стекле. Мы видим, так, немножко смятое покрывало кровати и блюдо с фруктами. На переднем плане персик, который как бы разломан пополам, и там мы видим косточку. Ну, естественно, что досужие искусствоведы сразу говорят, что это символ того, что девушка беременна. Потому что вот персик, вот эта косточка, как зародыш, так вот, соответственно, и девушка тоже, наверное, уже в положении. И она ждет вот реакции своего возлюбленного на то сообщение, которое вот ему послала. И поэтому так напряжена она. Но в то же время здесь таких явных признаков беременности, бесспорно, нет. Поэтому это скорее версия. На самом деле интересно вот это чтение письма и что последует за этим. Вот это вот и есть та тайна, которая всегда сопряжена с творчеством Яна Вермера. А вообще вот если брать историю живописи, то часто письмо, это вот образ Версавии, связан именно с образом Версавии, которая получает письмо от царя Давида, где он признается ей в любви и в котором сообщается о гибели ее мужа. Поэтому как бы письмо всегда тревога, всегда вопрос, а что в нем, какая весть. И вот по лицу девушки мы не можем прочесть, что хорошую ли весть оно ей принесло или не очень, потому что она вся в процессе чтения и увлечена этим. Итак, девушка с письмом у открытого окна. Ян Вермер Дельцкий. Но есть и другие образы женщин, читающих письмо в творчестве Яна Вермера. В частности, вот этот вот образ. Женщина в голубом, читающая письмо. Здесь уже мы не видим окна. Здесь мы видим зато карту, которая опять помещена Яном Вермером на такое видное и значимое место. Женщина здесь уже действительно в положении, она ждет ребенка. Но для Вермера это, по-видимому, было обычное состояние, поскольку за 20 с лишним лет 15 детей. Естественно, что для него это было вполне обыденное состояние, обычное, привычное состояние его супруги. И поэтому беременные женщины очень часто встречаются на его работах. Но в этом есть и какая-то особая прелесть ожидания, значимость этого момента, и особая оценка роли деторождения вообще в жизни человеческой. То есть это божественное деяние, бесспорно. И вот это голубое одеяние, опять-таки ожидание известий. Но здесь уже дело идет, наверное, о том, что муж может быть капитан, и вот в плавании где-то, в какой-то, может быть, деловой командировке. И вот полученное известие, естественно, тоже поглощает ее целиком, героиню Вермера очередную. Есть и работы, на которых изображены женщины, пишущими письма своим возлюбленным или своим близким. И вот, в частности, вот такая вот тоже освещенная пламенем свечи, девушка с папильотками на голове. То есть домашний такой вот вид у нее. И вечером, по-видимому, перед сном она собралась написать кому-то. Но поскольку достаточно темная репродукция, то мы здесь не видим всякие мелкие детали, которые вот говорят о признаках верности, любви. То, что вот расставлено перед ней письменный прибор и еще какие-то аксессуары. Но рассмотреть это, конечно, сложно, поэтому не буду на этом заострять ваше внимание. Но Вермер, кажется, постоянно готов любоваться женщиной в самые разные моменты ее жизни. И вот появляются такие вот образы, как девушка или молодая дама, примиряющая жемчужное ожерелье. Тоже вот просто вся она буквально... Уже кажется, что не ее свет окружает, а что она излучает свет. Настолько хороша она для Вермера. И настолько любуется он ей и хочет передать вот это очарование этой своей модели натуры. Ян Вермер был явным поклонником женщин, и в каждой работе его это абсолютно просматривается, и сомневаться в этом невозможно. Затем вот еще несколько вариантов женщины с кувшином. Кувшин – это тоже такой символ мифологический. Если письмо – это библейский символ, связанный с Версавией, то кувшин связан с греческой мифологией. Богиня юности Геба наливала нектар олимпийским богам из кувшина. И вот здесь... Но у Вермера этот вот символ нектара, кувшина с нектаром превращается в такой вот обыденный кувшин с водой. Но, тем не менее, поэтичность и какая-то особая значимость вот этого вот образа кувшина, она все равно сохраняется и у Вермера. И образы, которые именно с кувшином сопряжены, они как-то вот особенно значительны и монументальны. Хотя, в общем, ну что, здесь мы видим опять и карту, и не случайно Вермера считали мастерски владеющим жанром натюрморта. Хотя натюрмортов не сохранилось, специально написанных натюрмортов. Но, тем не менее, всегда на столе у него какие-то предметы, которые могут самостоятельную ценность представлять, как именно в жанре натюрморта. И так вот это вот белое покрывало, окно, витражное, которое открывает эта юная особа, опять-таки свет, который ее озаряет, все поэтично и очень гармонично. В этом опять Вермер Дельцкий. И вот такой вот вариант, например, женского изображения, женщина, взвешивающая жемчуг. Опять-таки обыденное вот такое дело. Опять-таки женщина в положении. Мы видим, что уже скоро ей предстоит, что уже скоро она должна родить. Некоторые следствия даже пишут, что она там на восьмом или на девятом месяце. То есть все изучено абсолютно, так сказать, очень основательно. И вот здесь интересно то, что помещает Вермер образ этой молодой женщины на фоне изображения страшного суда. Кажется, ну, такая вот странная ассоциация, немножко даже пугающая. То есть вот мы видим Христа, грешников, праведников и Христос, Иисус Христос, который взвешивает грехи и добродетели. А женщина взвешивает жемчуг, сортируя жемчужинки. Но ее саму освещают поистине божественный свет, потому что комната погружена во мрак, и только вот образ женщины как раз в этом луче яркого света. То есть это как благословение Иисуса Христа, потому что, естественно, что она праведница, потому что ей предстоит совершить богоугодное дело и даровать жизнь еще одному гражданину Голландии. И так вот опять женский образ, опять, соответственно, очарование и тайна, которые сопряжены с такой достаточно обыденной и, ну, может быть, даже зурядной атмосферой, которая предстает перед нами. И вот такая вот служанка, наливающая молоко из кувшина. Опять кувшин, опять вот на этот раз с молоком, и очень такая пышнотелая, крепкая, дородная служанка. Явно, что вермер ей любуется. Опять сочетание желтого и синего. Для вермера явно, что эти цвета все-таки значимость какую-то символическую несли. Потому что, наверное, желтое – это солнце, небо, голубое. И поэтому вряд ли, конечно, выветрился желтый пигмент из зеленого и превратил зеленый некогда цвет в такой вот ярко-голубой. Мне кажется, все было задумано именно так. Но здесь вермер ямно любуется силой и мощью этого образа. Ну и затем уже процесс труда женского бесспорно чарует вермера. Кружевница, девушка, плетущая кружева. Опять она сосредоточена на своем деле. С таким вниманием все мельчайшие детали этого процесса изображены вермером. Но, конечно, любуется он и самой девушкой. Или вот такая вот заснувшая за столом девушка. Перед ней, опять-таки, блюдо, кувшин, сбитая скатерть. Она утомилась и задремала за столом. И вот здесь появляется красный цвет. Красный цвет как символ чувственности, страсти. Но в данном случае вроде такой сон и в то же время такая вот жгучая красная скатерть. Немножко напряженно смотрится эта работа. И вермер бесспорно вкладывал в это особый смысл. И затем вот такая вот сцена с изображением концерта. Играющая девушка. Затем их учитель, который наблюдает за игрой и корректирует ее. И вторая девушка, которая, вернее, наверное, женщина, потому что, судя по всему, она тоже показана вот в таком интересном положении. Потому что это, я повторяю, было очень важно и типично для творчества вермера отражать именно ждущих детей женщин, показывать. Вот. Но и галантный, или элегантный жанр, он также не миновал творчество вермера. Это было бы странно, если бы он обошел это стороной. Потому что он, по-видимому, очень благосклонно относился к любовным отношениям. И как-то очень, так сказать, с большим поощрением эти сценки выписывал. И вот, в частности, такой вот прерванный урок музыки называется эта работа. И мы видим, что здесь вот учитель, юная, молодая дама. И их прервали. Кто-то вошел, дама испуганно оглянулась, потому что явно, что за этим уроком скрывалась какая-то еще и вот такая вот другая подоплека, явно такая вот связанная с их симпатией друг к другу. И не случайно опять это красное платье, потому что вот красная, вернее, кофта, потому что красная появляется у Вермера тогда, когда уже речь идет о каких-то вот таких любовных отношениях. И вот такие вот немножко усложненные композиции, они тоже строятся вот на фоне окна. Окно как бы всегда это выход в мир, выход как бы в другое пространство, в другое измерение. Это контакт с природой, контакт с тем, что вечно. И поэтому особая значимость вот этого вот окна и льющегося из него света. Еще один галантный такой вот вид Вермера. Тоже окно мы видим, прикрытое витражным стеклом. Мы видим кавалера, который налил своей даме бокал вина и даму, которая это вино пригубила. Кавалер на нее смотрит, как ей понравится ли ей этот напиток. И, соответственно, вот это красное платье, оно тоже говорит о таком накале страстном, который царит в отношениях между ними. То есть такая вот очень, с одной стороны, обыденная сценка, но, с другой стороны, опять-таки, поэтизирована и романтизирована даже Вермером. И, соответственно, как мне кажется, в этом русле шедевр истины Вермера – это улыбающаяся девушка и офицер. Почему я считаю, что это шедевр? Потому что более точного, вот такого непосредственного изображения смеющейся девушки трудно себе представить. И вот посмотрите, как непосредственные ее реакции, насколько обаятельна она. А кавалер здесь не важен, он сидит спиной к нам в большой шляпе, опять-таки в красном кафтане, плающем буквально, как раскаленные угли. Но в то же время Вермер не забывает о карте. И мы видим опять карту географическую, как символ процветания нового государства Голландии. И, наверное, единственная композиция уже Вермера, жанровая композиция, где уже не два персонажа и не три, как в концерте, а целых четыре изображено. То есть самая многофигурная композиция в творчестве Вермера. Называется она «Усводни». И она немножко шокирует таким своим откровенностью того, о чем здесь идет речь. Вермер как бы не скрывает, что он вполне благосклонно относится к ситуации, которую изображает. А именно, молодая, красивая женщина, которая, соответственно, живет на то, что приносят ей кавалеры. Мы видим старуху-сводню на заднем плане, которая привела очередного кавалера. Девушка довольна, улыбается. В одной руке у нее бокал вина, в другую она протягивает для того, чтобы получить монету, которую кладет в ее руку вновь вот этот вот пришедший кавалер. Он в красном, и перед ней вот этот вот ковер с пылающими красными огоньками. То есть все, опять-таки, свидетельствует о пылающей страсти, о таких вот чувственных эмоциях. Но на переднем плане мужчина, который также держит бокал с вином и улыбается. Вот считают, что Вермер изобразил себя, потому что он снисходительно относился ко всем эпизодам жизненным, которые связаны были с любовью. Свидетельствует ли это о любви его к его собственной супруге, или же просто о такой натуре любвеобильной, сказать сложно, потому что я повторяю, что сведений о его жизни очень мало. Ни переписки, ни документов. Лишь векселя. Потому что, к сожалению, постепенно Вермер, дела шли все хуже и хуже. Началась война с Францией, которая привела к разорению его как торговца произведениями искусства и шелковыми тканями. Вермер начал очень переживать за благосостояние своей семьи, потому что семья была большая, ее надо было содержать, о ней надо было заботиться. И вот считают, что ухудшение экономического положения и привело к тому, что он в 43 года умер от сердечного приступа. И надо сказать, что этот художник ни разу, по сути дела, себя не изобразил, потому что вот картина у сводни, там, даже если это и он, то различить черты его лица практически невозможно. Считается, что он изобразил себя только вот на этой работе, в мастерской художника, но изобразил спиной, так и не раскрыв свою загадку, так и не оставив нам своего изображения. Его часто сравнивают с Леонардо, потому что Леонардо тоже как бы очень редко обращался к своему образу в творчестве своем, в отличие от Рембрандта, который только практически себя постоянно рисовал. Ну вот Вермер был тем человеком, который вообще только спиной себя изобразил. Да и то, скорее всего, это был не он, а он кого-то посадил и нарядил в собственный наряд. Но, тем не менее, сама атмосфера в мастерской, она такая очень точно передается. Опять мы видим карту, видим очаровательную модель, видим музыкальный инструмент, цвет, и все, в общем, говорит о значимости труда, которому посвятил себя Ян Вермер. И, как я уже сказала, в XIX веке его живопись была открыта, а в XX веке с его именем был связан один потрясающий скандал. Один художник, который тоже в Дельфте жил, которого звали Ханс ван Меггерен, он не сумел о себе заявить, как самостоятельный художник. То есть его выставки проваливались, заказы ему, хотя и делались, но очень-очень мало и не ценились. И он тогда решил, что пришло время заняться подделкой, и начал подделывать произведения Вермера. Учитывая, что много пробелов в его биографии и много работ, которых явно не достает, он стал одну за другой создавать вот эти шедевры Вермера, очень точно просчитав, что могло бы заинтересовать покупателей. И, в общем, надо сказать, что они на ура проходили. Даже крупные искусствоведы не могли усмотреть подделки. Более того, некоторые работы даже отдавали на реставрацию, настолько он их искусно старил. И все бы было ничего, если бы одну из работ не купил Геринг. А когда нацистский режим пал, то у Геринга в коллекции нашли работу Вермера и узнали, что ее продал именно Ван Мегерин. Его посадили в тюрьму как предателя, что он расхищал народное достояние и продавал национальное достояние фашистам. И ему стоило огромного труда доказать, что это была подделка, что ту работу написал он сам. Он потребовал, чтобы ему в тюрьму принесли краски, кисти и нарисовал еще одного Вермера. Тогда его освободили, всего год он получил за подделку произведения искусства. А так ему грозила смертная казнь. Но он сам не выдержал этого напряжения и через год умер от сердечного приступа, как и тот художник, работы которого он подделывал и на котором заработал огромное состояние. Вот так вот сложилась судьба Яна Вермера. На этом я заканчиваю нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, до новых встреч.